Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших ее, открывают нам страшную картину. Клара Хохлова, Людмила Степаненко и Галина Борисова были детьми. У каждой своя история, однако воспоминания о голоде и бомбежках, о потере близких до сих пор не дают спокойно спать. Блокаду, это 42-й год, это мать, кушать было нечего. Она умерла и меня определили в детдом. А там было страшно тоже. Воспитательница все время кричит, дети, ложись. И тут хорошо помню, бомбы-то летят, снаряды свистят. У меня даже и снаряд попал один вот в это место. Но было тяжело. Четыре года мне было. Мы жили на Фонтанке, 56. Жила мама, и нас было трое. А папу сразу забрали, а мы остались. Помню, это вот, это гул, этой тревоги. И как облёт, это начнётся тревога. Этот брат говорит, прячьтесь. Прятались кто в шифонер, кто под стол. Вот такие были мы. Ну, в общем, все истощённые. Брат младший. Рахит был такой, брюхо большое, ноги тонкие. Но я побольше была как-то. Мама нас вот сохранила. Мы хотели сначала уехать, разбомбили катер. Мама говорит, ну, умирать так вместе. И стали ждать, жили. И вот в 42-м году был прорыв блокады, и нас повезли. Перед глазами собравшихся в зале школьников, военнослужащих, общественности предстала картина блокадного Ленинграда от первых до последних дней. На город обрушился страшный голод. Эвакуация началась ещё осенью 1941 года. Но лишь в январе 42-го появилась возможность вывезти большее количество людей. В основном женщин и детей через дорогу жизни. Нас эвакуировали. Это где-то было в начале октября. И посадили в теплушки и повезли. Начало блокады. Начало блокады это было. И куда вас увезли? В Кировскую область. Везли три месяца. В этих теплушках. Вот мы ехали. А сколько вам лет было? Мне, ну, 9 лет было. У меня мама с братьями погибла в феврале 42-го года. А папа погиб на фронте. В булочные, где выдавался ежедневный паёк, были огромные очереди. Закончилось топливо и замёрзли водопроводные трубы. Город остался без света и питьевой воды. Люди умирали, и их не успевали хоронить. Трупы лежали прямо на улицах. Блокада Ленинграда длилась 900 дней. Это была самая кровопролитная блокада в истории всего человечества. По одним данным, от голода и бомбёжек погибло свыше 641 тысячи человек. По другим данным, не менее 1 миллиона жителей. Однако, несмотря на нечеловеческие условия, жители не только продолжали бороться за жизнь, но и работали на заводах. Не прекращали деятельность административные учреждения, типографии, поликлиники, театры, публичные библиотеки. Продолжали работу учёные. Работали 13-летние подростки, заменившие ушедших на фронт отцов. В результате долгих кровопролитных боёв полностью блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Артёмовцы почтили память погибших в годы блокады минутой молчания. Действительно, блокада Ленинграда – это трагическая, но при том героическая страница истории нашей страны. А снятие блокады Ленинграда – это действительно день воинской славы, праздник торжества человеческого духа, несгибаемой воли российского народа. И я уверена, только истинный патриотизм, глубокое чувство любви к своей родине помогли ленинградцам выстоять и победить. И мы все с вами, молодое подрастающее поколение, должны помнить всех тех людей, которые завоевали для нас мир, тех людей, благодаря которым мы можем сегодня жить, учиться, работать и строить будущее. Низкий вам поклон, уважаемый ветеран, здоровья вам, долгих лет жизни, а всем присутствующим мирного неба над головой, благополучия и всего самого наилучшего. В Приморском крае проживают 200 жителей и защитников блокадного Ленинграда. В Артеме – четверо. К 75-летию полного снятия блокады им вручили памятные медали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин